Прислали мне вот такой вот фрезерный мотор Makita 3612S, такой, в принципе, я еще в руках не держал, хотелось, конечно, его пощупать, но в магазине их не было, допустим, в наличии, чтобы осмотреть. Ну и, в принципе, есть теперь чем сравнить с Makita E2300 или E23001, мощность этого мотора 1850 Вт, и цена ниже, чем E23001, соответственно, и качество тоже. В руках, в принципе, лежит он нормально, удобно, допустим, в 23-й модели ручки идут обрезиненные, и выключатель фиксируется, а здесь он не фиксируется вообще. По весу, по-моему, он, наверное, столько же весит, как и тот, может, немножко меньше. Ну и настройки, допустим, микрорегулировки совершенно другая, уже видно, да, допустим, как здесь, нету здесь подсветки, нету здесь подсветки, и, соответственно, то есть подошва, то есть уже ходит не так, как у 23-й модели, так как здесь нету подшипников, здесь просто по направляющим, то есть двигается с помощью втулок. Если обратить внимание, то он уже берёшь одной рукой, и он закусывает. В 23-й модели такого нету. Здесь фиксатор железный идёт. Ну и можно, в принципе, и включить. Так он работает. Внутри стоит фанга, переходная. Сейчас я его уберу. Работает хорошо, и в ходу есть тормоз электрический. Вот, потому как дёргает, когда при остановке. Конечно, в 23-м не сравнить. Модель Кайнов довольно-таки мощный. Работает хорошо. Ну, в принципе, на этом всё. Здесь у меня больше параллельные упоры не высыхали, потому что он здесь не нужен. Можно было и подушку тоже не высылать. Снимается он так же самое, как и остальные макиты. То есть, откручивается верхняя барашка железная, а вот этот фиксатор, то есть, вылета, то он уже сломан. Резьба на нём. Вот так вот он снимается. Я смотрел внутри. Здесь просто идут втулочки, то есть, здесь нету подшипников. Ну и поменьше моторчик, соответственно. сегодня с каждым днём цены растут, не зная же сфору, зачем не убежишь и не успеешь. Девушкины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...